Бабье лето в Алтайском крае заканчивается. Сейчас последний шанс, чтобы принять солнечные ванны и обмочить ножки. Однако на том же пляже нужно всегда быть на чеку. Во-первых, необходимо следить за ребенком на воде, ведь статистика утонувших неумолима. С 1 июня текущего года в водоемах региона погибло четверо несовершеннолетних. Во-вторых, проблемы могут возникнуть и из-за самой воды. Частенько именно она становится причиной кишечных инфекций. Два года назад были на пляже и, приехав домой, у ребенка началась рвота и диарея. Возможно, воды нахлебалась, может быть, песок съела, я не досмотрела. В итоге лечились таблетками и через пару дней вылечились. Такие случаи не единичны. Опасности также добавляют немытые фрукты и овощи, которые родители покупают на разного рода базарах. Так что кишечная инфекция у детей в теплое время – одно из самых распространенных заболеваний. Врачи утверждают, виной тому не сформировавшийся иммунитет. Максимально опасно это именно в детском, то есть до 5 лет. Потому что ребенок с рвотой, с жидким стулом, за счет температуры, очень быстро теряет влагу. Наступает синдром интоксикации, обезвоживания. Есть несколько типов кишечных инфекций. Вирусная, бактериальная и алиментарная, связанная с попаданием грязи в организм. Однако среди детей наиболее распространен первый вариант. На первом году жизни при таких симптомах, как диарея, рвота, боли в животе и температура, лучше сразу обратиться к врачу. Если ребенок постарше и родитель уверен, что справится, то можно самостоятельно приступить к лечению. Раньше с болезнью боролись такими средствами, как активированный уголь или рисовая вода. Однако они уступают современным препаратам с энтеросорбентами по типу полисорба. Секрет современных энтеросорбентов в том, что у них очень-очень маленькие частицы, которые действуют. За счет активных веществ быстрее все-таки помогают справиться с этим состоянием. Преимуществом является и то, что подобное лекарство не попадает в кровь и не оказывает отрицательного эффекта на организм. Также отсутствуют консерванты и красители, поэтому препараты с энтеросорбентами не причиняют вреда ни взрослым, ни детям. И все же, какими бы чудодейственными не были лекарства, специалисты рекомендуют, причем и взрослым, и детям, соблюдать простейшие меры предосторожности. Обязательно мыть руки, фрукты и овощи, а испорченную еду сразу выбрасывать. Татьяна Голубева, Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.